И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас в игре произошло одно мега крутейшее обновление. У нас подвергнулись балансу две пушечки, даже три пушечки, но потестим мы сегодня конечно же две. Подвергнулись у нас балансу шафт, фриз и твинс. Вот эти три пушки, из них две пушки были чересчур я бы сказал нагибающими. Посмотрим, что с ними вообще в принципе произошло, насколько значительные вообще изменения произошли с данными пушками. Но, что касаемо шафта, то теста его и обзора его не будет, так как мне эта пушка не нравится. И в принципе поэтому никакого обзора не может быть, даже потому что у меня этой пушки в принципе нету в гараже ни на одном из аккаунтов. Поэтому как-то так. Что касаемо фриза, то я думаю, что сейчас мы покатаем где-то около 3-4-5 может минут в каточке. И посмотрим вообще, насколько его нерфанули. У нас, кто не знает, ребят, фризу восстановления баллона дали теперь на секунду дольше. То есть баллона стало меньше. По сути урон никакой не изменился, ничего в этом плане не поменялось. Просто баллона стало, по сути меньше баллона стало. Ну то есть перезарядка его увеличилась, значит и баллона у тебя стало меньше. Значит, по сути ты можешь за определённо, например, 30 секунд теперь нанести, грубо говоря, не 5000 урона, а нанести около там 4500 урона. Что-то вот в этом роде, вот такая вот у нас математика произошла именно с данной пушкой. Пока, если честно, я ничего такого не заметил. Одна секунда, я бы сказал, не так уж сильно чувствуется. Всё-таки это не полный там нерв пушки, где там будет менять прям, не знаю, жёстко какую-то характеристику. Нерв урона там, дальность или ещё чего-либо. А это всего лишь нерв баллона на одну секунду. Я бы сказал, что это не так жёстко чувствуется. Поэтому, в принципе, главный акцент сегодняшнего ролика, это, конечно же, твинс. Многие вчера мне написали на стриме вечером. Кто, ребят, не смотрит стримы, то обязательно приходите. Всем по МСК у нас всегда стримы проходят. Мне написали то, что твинс подвергнется жёсткому нерфу. Но я сразу же, просто прочитав обновление, которое будет завтра, ну это вчера было у нас. То есть сегодня, которое сейчас я уже тестирую. Сказали то, что будет жёсткий нерв твинса, и он нагибать вообще, в принципе, не будет. То я, в принципе, эту всю тему опровергал. Говорил со своей стороны, что нет, это точно не стопроцентный нерв пушки. Сто процентов он в какой-то мере, всё равно этот твинс должен нагибать. Не может быть такого, чтобы они просто взяли и занерфили пушку. Изменив там буквально характеристики дальности. То есть теперь пушка у нас, грубо говоря, не ближней дистанции и средней, а средней и дальней. То есть на средней и дальней дистанции теперь по тому, что написано, я понял это именно так. То, что теперь у нас пушка на средней и дальней дистанции тоже нагибает. Поэтому сегодня у нас будет как бы два теста твинса. Один тест твинса с устройством, которое выключает сплэш урон, потому что сплэш урон у нас тоже увеличился. А второе устройство это будет, которое у нас имеется и сплэш урон, имеется и само урон, имеется и дополнительная дальность. То есть вот таких, такие две, наверное, вот пушечки. Ну как бы одна пушка, но с двух сторон мы ее сегодня разберем. Но что касаемо фреза, я уже, ребят, сказал, что по сути я, честно говоря, не вижу вот этой вот одной секунды. Да, как бы по сути что-то есть в этом. То, что типа чуть-чуть медленнее перезаряжается баллон, но это не чувствуется, ребят. Если не нерфят урон, если урон остается прежним, значит, ну, по сути нет никакого нерфа пушки. А то, что там убирают одну секунду, пытаются как-то минимально показать, что они нерфят пушку, именно разработчики игры. Но на самом деле этот нерф, конечно, не будет чувствоваться одна секунда на перезарядке. И это пустышка, я бы сказал, как-то так. Поэтому давайте сейчас, я думаю, что в этой каточке мы сейчас переоденем на твинса. Все-таки карта у нас небольшая, значит, я одену твинса без устройства на дальность. А следующую каточку мы прогрузимся с устройством на дальность и посмотрим вообще, что нам покажет данная пушка в такой характеристике, в такой комплектации. Сейчас меня только сольют и мы сразу, я думаю, переоденемся. Пока, кстати, фриз... ну, я не знаю, ребят, честно, но все, кто думает, что фриза понерфили или кто-то в этом на 100% уверен, что прям вот жесткий нерф у нас произошел фриза, то аргументируйте это, пожалуйста, вот в комментариях. Напишите, что вы вообще думаете по поводу данных пушек. Ну, я бы сказал, что нерфа фриза точно у нас нет. Что касаемо твинса, то сейчас будем смотреть твинс без сплэш урона. Давайте просто постреляем. Шарики, я бы сказал, что далеко у нас особо не летят. Хотя говорили, что оно будет на средней дистанции... Средняя и дальняя дистанция хорошо работать. Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, на средней дистанции урон у нас максимальный проходит, то есть шарики стали большими, то есть размер шариков у нас с расстоянием, я смотрю, так не падает. То есть это очень хорошо, то что на средней дистанции проходит максимальный урон. Что касаемо ближнего урона, то сейчас вот это вот мы затестируем все дело. Иди-ка сюда, парниша. Ближний урон. Да, урон на ближней дистанции у нас чуть-чуть получается меньше, если я не ошибаюсь. То есть на средней дистанции урон 210, на ближней дистанции 204-200 урона. То есть чем меньше дистанция на твинсет теперь, тем меньше у нас урона наносится по танку противника. Понятно. Теперь надо попробовать именно, что у нас показывает данная пушка на средней и дальней дистанции. То есть, ну вот это, допустим, среднее. На средней дистанции проходит максимальный урон. Максимальный урон. И что изменилось у нас, в принципе, с этим уроном? Сейчас посмотрим. От 190 до 220. Да, хорошо, окей. Посмотрим вообще, насколько далеко они летят. Ну, летят хорошо, я бы сказал, твинсены. За счет того, что... Ну, вы сами видите, то, что раньше у нас было до данного обновления. Вы когда вот так вот стреляете, у вас получается то, что шарики постоянно жестко уменьшаются. Вот с дальностью уменьшается их, их именно размер уменьшается. То сейчас я такого, честно говоря, не вижу. Не вижу, чтобы они так прям уменьшались в размерах. И, по сути, это я бы не сказал, что это нерв пушки. Четко вот именно с данным устройством. Я бы 100% не сказал, что это нерв пушки. А с устройством на дальность, так я вообще думаю, что будет не то, что нерв. Это будет просто имба. При том, что карта у нас тоже хорошая попадается. И посмотрим вообще, что твинс у нас будет давать при такой комплектации. Ну, сейчас расстояние, конечно, будет просто имбическое. И главное, хотелось бы, конечно же, посмотреть сплэш-урон. Если я бью в стенку. Нифига себе! Вот это подворот. Вот это круто. Вот это то, что надо. Сплэш-урон будет, наверное, чуть меньше, чем сплэш-урон у грома или страйкера. Но это очень хороший показатель, я бы сказал. За счет такого увеличения сплэш-урона. И я думаю, что я теперь буду играть с твинсом только на дальности. Пытаться играть именно на средней дальней дистанции. Держать противника на расстоянии. То есть, как вы играете, например, с тем же громом или страйкером. Теперь можно так же само спокойно играть на твинсе. Пытаться именно сдалека раздамажить максимально противника. Я смотрю, что парень уже шарит. Тоже играет на твинсе. Значит, пушка реально нагибает. Я перед тем, как записывать данный ролик, конечно же, зашел, спросил у экспертов. Что эксперты думают по данному вообще обновлению. Эксперты это у нас чемпионы, а именно Аветис Маргинал 2 и Тёма, он же Кинг оф ТП. Спросил. Сказали, что твинса апнули. Сказали, что чувствуется именно таки то, что дальность реально, ну боже. Ну вы посмотрите это. Раньше твинс так никогда не мог задамажить от одной стороны к другой. Это просто бомбически, просто бомбически. Средняя дистанция. Это уже даже больше средней дистанции. И он всё равно наносит максимальный урон с именно таки устройством. Понятное дело, что это устройство. Понятное дело, что без устройства не будет прям такого колоссального расстояния. Но если у вас оно имеется, то я думаю, что именно с ним и надо играть. Именно с ним вы и будете чувствовать этот жёсткий плюс. Единственный минус то, что вам нельзя сближаться. Ну, в принципе, на таких картах. Чем больше карты, тем удобнее намного играть на этой пушке. Я бы сказал как-то так. Поэтому давайте обкатаем всю эту каточку на данном жёстком нагибаторском твинсе. И вообще посмотрим, насколько он может заработать опыта. Я бы сказал так. Насколько он вообще жёстко нагибает. Что касаемо, кстати, ребят, силы удара. То, возможно, мне так кажется, что есть у нас скрытый нерв силы удара. Потому что я точно уверен в том, что раньше именно таки за счёт силы удара можно было чуть ли не переворачивать лёгкий корпус. А сейчас я стрелял в лёгкий корпус и он чуть ли вообще не дрыгался. Возможно, таки нерв силы удара произошёл. Сейчас вот проверим, проверим эту мою гипотезу. Да. Ну и, в принципе, я бы сказал, что да, есть какой-то минимальный-минимальный нерв силы удара. Но, по сути, по сути, конечно, ничего у нас с данной пушкой по нерфу точно не произошло. Единственное, это то, что сплэш-урон теперь, то есть, получается, на ближней дистанции, если вы будете стоять и стрелять, то есть, наносить урон сами по себе, то есть, вы будете наносить больше сплэш-урона, будете больше дамажить самого себя. Ну, если вы будете играть либо без устройств вообще никакого, либо вот с устройством, которым играю я. Поэтому как-то так. Сливает меня тут, конечно, быстро, но, в общем и целом, я бы сказал так. Что касаемо шафта, я не знаю. Но что касаемо фреза и твинца, могу сказать точно, что нерв фреза есть. Есть. Объективно он есть, но он очень-очень минимальный. То есть, он не чувствуется. Что касаемо твинца, то это как ап с устройством без сплэш-урона, теперь на средней, на ближней дистанции. То есть, ну, твинца сделали таким, то, что он теперь нагибает у нас на средней и дальней дистанции, хуже на ближней. То есть, вам надо постоянно придерживаться где-то вот таких расстояний, чтобы наносить максимальные уроны, при этом быть наиболее полезным в любом бою. И что касаемо именно такие, наверное, не только дальности, не только именно урона с ближней дистанции, а что касаемо именно такие сплэш-урона, то, конечно, его добавили. И я думаю, что сплэш-урон примерно по характеристикам будет равен сплэш-урону грома или страйкер. То есть, в этой комплектации, комплектация именно твинца с устройством на дальность, это, конечно, очень круто. Это, конечно, средняя дальняя дистанция, но оно того стоит. И если у вас нету данного устройства, то обязательно его вам надо покупать. Потому что именно с ним у вас будет больше КПД, я бы даже так сказал. И намного лучше вы сами себя будете чувствовать в бою. Поэтому обязательно покупайте. Покупайте, даже если у вас не максимальная прокачка. Если у вас там условно модификация М2, все равно твинц будет нагибать. А все те, кто говорят, что твинц у нас нерфанули, ну, ребят, если вы плохо разбираетесь в физике игры, плохо разбираетесь в том, насколько пушки меняются, если вы просто читаете то, что там написано, и думаете, а, это же нерфанули, наверное, да? И просто сами себя ловите на мысли, что, да, это нерф, это нерф. Я не знаю, как там тестить и что, почему, но это нерф. То, ну, флаг вам в руки, как говорится. Ну, надо просто логично все размышлять и смотреть, на что способна ваша пушка после обновления. У меня на этом все сегодня, ребят. Пожалуйста, поставьте лайкос на данный ролик, кто его еще не поставил. Подпишитесь на канал, если вы не подписаны. Также, ребят, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Приходите на стримы. Стримы у нас проходят вечером в 7 часов. Участвуйте в конкурсе в группе. Ссылочка на конкурс у нас находится в описании. Скоро у нас, кстати, будут уже итоги этого жесткого нагибаторского конкурса. Но у меня на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели. Всем удачи и всем пока, друзья.